Добро пожаловать в Беларизонт, в мой родной город, где я родился и вырос, провел большую часть своей жизни. До того, как я переехал в Англию и стал серьезно заниматься гонками, когда я выиграл Формулу-3. Это достаточно большой город Беларизонт, здесь 2,5 миллиона жителей. Погода прекрасная, и на протяжении всего года здесь горы примерно тысячи метров высоты, и здесь не так жарко, как в остальных частях Бразилии. Не так влажно тоже. Конечно, странно так говорить, но я действительно рад, что родился здесь и вырос. Прекрасный город. Я обожаю его, это прекрасное место на земле. Для меня этот город всегда останется особенным. У меня здесь огромное количество родственников и друзей. Начиная с того момента, когда я ходил здесь в школу, естественно, что постепенно я весь оброс друзьями, и многие из них являются настоящими друзьями в моей жизни. Как я уже говорил, здесь везде вокруг горы, и я очень люблю кататься на маунтэнбайке. Иногда забросишь его в машину, отъедешь пару десятков километров и катаешься в свое удовольствие. Я начал всерьез гоняться в 99-м году, в самом начале года. Это было до моей аварии. У меня была очень неприятная авария, когда я сломал ребра, и достаточно долго мне нельзя было ни бегать, ни плавать. Поэтому постепенно я стал все больше и больше заниматься маунтэнбайком. Мне нужно было быть в полной форме все-таки, чтобы выступать в гонках карта. Это мой первый американский сезон. Чем больше я этим занимался, тем больше мне это нравилось, и я делал это уже не только и не столько для физической формы, сколько и для собственного удовольствия. Чем больше вы катаетесь, и тем больше вам это нравится, и тем более физически развитым и сильным вы становитесь. Более того, это мне и помогло скорее залечить мои ребра. Это невероятно, как занятия спортом, в общем, приводят к многочисленным положительным моментам. Я думаю, я никогда не остановлюсь теперь заниматься маунтэнбайком. КОНЕЦ Дома у нас было три брата, но между ними никогда не было ни малейшей проблемы. Всегда вместе играли, вместе занимались глупостями. И теперь вместе работаем. На самом деле мы всегда были лучшими друзьями. Густаво и Филиппо – это мои лучшие друзья. Их друзья – это мои друзья, мои друзья – это их друзья. 23 теперь самого младшему Филиппе. И 27 – Густаво, которого вы видите здесь. Филиппе всегда был самым веселым, заводным из нашей компании. Он всегда любил ходить в ночные дискотеки и так далее. А Густаво более спокоен. Если же говорить о Кристиану, то я уже просто старик теперь. На самом деле, когда я дома, то я люблю играть на гитаре. Густаво, да, действительно. Правда, сейчас мне не дают уже этого делать. Серьезно. Ничего. Зато мне помогают иногда красить шлемы. Да, и сам Кристиан дает некоторые идеи по поводу дизайна своих шлемов. Но на самом деле, дизайн моего шлема очень прост. Видите, он такой же, как и был у моего папы, когда тот гонялся на машинах. Он с 1966 года в автогонках. И единственное изменение, здесь было чуть-чуть более яркий цвет, и ленты были другого цвета. Я чуть-чуть все это дело изменил, но основная окраска такая же. Единственное, что было сложно все это красить, но теперь с помощью отца и братьев мне удается делать достаточно красивые шлемы. Сюда можно клеить, например, рекламные наклейки, если нужно, если спонсоры меняются. И, в принципе, верх шлема можно изменить на красный цвет, специально для Тойоты, например. А основной дизайн все-таки остается таким же. Вот с этим самым шлемом я выиграл гонки. Это было в карте. Я выиграл в Лонг-Бич. А, нет, извините, не в Лонг-Бич, конечно. В Лагуне Секе я выиграл гонку, в Портленде тоже. Ну, а теперь гоночными трассами Кристиана Даматты будут не Портленд, Лагуна Секе.